Добрый день, коллеги! Меня зовут Артюхов Руслан. Сегодня мы в тренинг-центре компании MyHorica. Открываем, распаковываем вот такую замечательную капсульную машину Jolie от итальянского производителя Evoca Group. Засчитан на разные типы капсул. Сегодня мы рассматриваем варианты капсулы формата Lovato Blue. Это Best Ultimate Lovato Espresso. Вот такой вот формат. Вот такой формат капсулы. И сегодня её попробуем приготовить. Сбоку у нас указаны технические характеристики. Всё очень легко читается. Тот вариант, который рассчитан, указан. Я вместе с вами открываю, поэтому не знаю, что в ней внутри. Предварительно производитель Китай. Так. Значит, вот такая штучка. Вот так у нас упаковано. Очень хорошо, кстати, качественно упаковано. Обратим внимание, что при транспортировке портятся обычные капсулы кофемашины. А это, обратите внимание, что и на подарок хорошо, для бизнеса хорошо, и хорошо для транспортировки в другие какие-то города. Раньше так хорошо упаковывают только голландцы. Так, и так. Что это такое машинка? Что у нас внутри? Есть вот такая вот инструкция. Значит, подробно рассказано. Есть даже информация пошагово. Так, а есть ли русский язык? Русского языка, к сожалению, нету. Ну, есть английский язык. В принципе, вот на английском все четко указано, как открыть, как включить, как запустить пусконаладочные работы. Даже как чистить машинку. Есть вся информация. Дозировка. Включение-выключение. То есть, вся информация на английском языке. Продолжаем. Значит, что у нас дальше? Значит, вскрываем... О, это дополнительные каркасы, упаковка. Вот такая штучка. Вот так у нас хорошо все упаковано. Еще раз подтверждаем термо-банку. Так, осторожно. Бачок. Так, снимаем стеночку. Так, это нам не понадобится. Это нам не понадобится. Так, розетка на 220. Вот, что-то, какой-то информационный значок про энергетическую безопасность. Так, ну вот у нас вот такая вот достаточно компактная, эргономичная машинка. Ой, ребята, обратите внимание, она на клипсах. То есть, присоски. Что это означает? Если вы ставите ее на стол, смотрите. Если вы ее ставите на стол, то она прикрепляется и не шутается. Ой, очень интересно. Первый раз с таким столкнулся. Вот это явно ноу-хау, да? Значит, внизу у нас модель серийный номер. Значит, это у нас капсульная машинка Джолли. Вот так, сюда помещаем. Значит, что нам потребуется? Ну, чтобы я более-менее видел, дайте вот так, наверное, поставим, чтобы вы видели весь процесс. Значит, вот здесь у нас указано минимум-максимум воды. Вот такой бачок. Наливаем водичкой. Это у нас чистая, очищенная вода после системы фильтрации. Так. Вот так. Закрываем. Так. Чтобы шнур, я его не могу переставить. Ну, кстати, очень удобно. И не шатается. Так. Обычная розетка. Так. Значит, сзади стандартная кнопка включения-выключения. Ничего тут военного нету. Расключили. Значит, вверху у нас начинают кнопочки гореть. Малая и большая доза. Рычаг. Железный. Прокалывающий механизм, можно посмотреть, он из... Сейчас я сниму бачок. Вот здесь прокалывающий механизм. Он там внутри пластикой. То есть, это прямо система Lava-C Blue. Интересно, источается ли прокалывающий механизм или нет. Пошел пар. Все готово. Ну что, давайте попробуем проварить капсулу. Сегодня у нас капсула Cafe L'Aroma Coffee Apia. Значит... Ну, двух вариантов поместить капсулу нет. Только так. Это уже радует, да? Так, помещаем. Хорошо встал податчик. Достаточно легко просто проходит. Чашечка. Я подозреваю, что какая-то чашечка свободный пролив, а какая-то чашечка гранична. Давайте попробуем ее. Значит... Звук достаточно такой агрессивный. Кофе пошел. Да, первая чашка, это короткая чашка у нас получилась. Настроена на классический эспрессо. Сейчас я покажу. Как это вывалилось. Так, вывалилось. Маленькое, буквально 30 миллилитров. Давайте попробуем... Интересно. Давайте попробуем вторую чашку побольше, да? Вторую кнопочку. Вот здесь. Вторую кнопочку. Вот так. Вот у нас капсул. Такой же кофе. Тоже кафе Леру, но только побольше. Давайте, чтобы вы видели, я поверну еще раз. Еще. Так. Отлично. И обратите внимание, вот эта кнопочка большая уже. Значит, ставим сюда. Поднимаем рычажок. Сейчас посмотрим, где сбрасыватель. Помещаем капсулу. Закрываем. Очень интуитивная кнопка. Достаточно просто протекает. Хорошо, агрессивно течет. Мощный. Интересно, если нажать, остановится или нет? Попробуем. Да, видите, можно удерживать. То есть, вы можете делать свободный пролив. Так. Ну, так как у большинства капсульных машин, первую, конечно, чашку или капсулу, или просто надо оптимально, чтобы вода протекла. Посмотрите, какие мощные кремы. Такую машину представила группа компании ВОКО. Производитель HGL. Так, интересно теперь посмотреть... Сейчас я попробую. Ммм, это вкусно. Теперь посмотрим, как у нее дела с отходами. Куда они идут. Давайте выключим ее. Как я вам показывал, вот здесь у нас... Вот здесь у нас находится такая штучка. Вот он у меня, да? Выключатель. Выключаем, да? Бачок убираем. Так. Вброс. Так. Вот часть воды слилась. Я подозреваю, что где-то вот здесь, вот как раз... О, вот он и есть. Вот, да. Значит, ну, сразу минус, да, какой. Бачок рассчитан буквально на 2-3 чашки. Конечно, это машина для офиса, в котором буквально 3-5 человек. И они друг друга уважают. То есть, моют, убирают после себя. Кофе хорошо прокалывается, как вы видите. Достаточно эффективно. И хорошо готовит. Значит, значит, еще раз, какие выводы я для себя сделаю. Во-первых, она очень компактна. Эргономична. Красивый дизайн. Легко коммуницирует с вашими пальцами. Хорошо упакована в качественный картон. Легко транспортируется. Но, как вы видите, она рассчитана на очень небольшое количество порций, которые могут же приготовить. Да, кофе вываривается. Да, он вкусный. Да, все хорошо. Но это все-таки небольшой офис. Либо люди, которые друг друга уважают, выкидывают остатки после себя капсул и подбивают бочок. Так что я думаю, что добрый путь. Пусть машинка Джоли найдет своих покупателей на российском рынке. До свидания.